Карагандинская СРРК стала обладателем Кубка Петрова, главного трофея Высшей Хоккейной Лиги России. Это второй в истории команды большой успех. Ровно пять лет назад карагандинская ледовая дружина подняла над головами Кубок Братины. Как СРРК шла победе? Материали Куата Шаншарбаева. СРРК чемпион. И это уже не просто слова, а самый реальный факт. Накануне подопечные Леонида Тамбиева в четвертый раз подряд обыграли Тюменский Рубин и во второй раз стали обладателем главного трофея Высшей Хоккейной Лиги России. Несмотря на то, что результат финальной встречи 1-4, игра выдалась не самой легкой. Напряжение чувствовалось как в начале матча, так и в конце. Хоккеисты Рубина играли агрессивно, но карагандинцы сумели показать хладнокровие и планомерно гнули свою линию. Первым отличился Артур Сарваров. Далее Рубин усилиями Рехтина сравнял результат. В начале второго периода СРРК благодаря голу Эмиля Нургалиева выходит вперед. Эта шайба стала переломной в матче, так как россияне больше забить не сумели. А карагандинцы напротив начали увеличивать добытое преимущество. Олег Ламако делает счет 1-3, а жирную точку в финальной игре ставит Максим Кицын. Ну вот и все. Матч завершен с общим счетом. 1-4 в финальной серии побеждает карагандинская ледовая дружина. И таким образом во второй раз в своей истории поднимает главный трофей высшей хоккейной лиги над головой. В 2014 году это было Братино в 2019-м Кубок Петрова. Слезы от счастья на глазах у болельщиков, которые понимают, что не зря проделали путь длиной в 18 часов из Караганды до Тюмени. В этот вечер хоккеисты около часа фотографировались с Кубком, а фанаты аплодировали каждому из игроков, тренеров, персоналу и руководства чемпионского клуба. Ой, да эмоций просто пока нету, даже я не знаю, что сказать. Понимаю, что мы выиграли, что мы чемпионы, что мы на данный момент лучшие. А так пока сейчас только, наверное, будет набирать обороты эмоции. После столь напряженного розыгрыша плей-офф хоккеисты в интервью не особо эмоциональны, так как все силы оставили на льду. Единственный представитель чемпионского состава 2014 года Олег Ломако отметил, что победа Сарарке досталась благодаря сплоченности, физическим данным и четкому следованию установки тренеров. Ну, эмоции, эмоции, сил тоже много отдали, и вон, голос уже охрип. Так, что тут сказать, чем мы чемпионы, вот и все. На игру в Тюмень Сарарка отправилась в полном составе. Даже травмированные хоккеисты полетели на финал с предчувствием, что станут чемпионами именно после этого матча. Конечно, жалко, что не смог команде до конца помочь, не до самого конца, но все равно очень приятно. Очень приятно бы играть такую команду, вязкую, неприятно с ними очень. Не знаю, я теперь понимаю, соперники, которые с ними играли, очень тяжело с ними очень играть. Но ребята, мужики, молодцы, до конца бились, не поддавались на провокации и добили, и выиграли. Стоит отметить, что Сарарка, став чемпионом, побила рекорд лиги. Дело в том, что команда Леонида Тамбиева по итогам регулярного чемпионата заняла 10 место, что является самым низким посевом перед плей-офф. До Сарарки этот рекорд принадлежал нефтекамскому Торосу, который выиграл Братину с 8 места. По окончанию матча рулевой нашей команды подвел итог и рассказал, за счет чего Караганда стала чемпионом. Правильная работа, вера игроков в тренерский штаб, вера в то, что мы делаем с ними. И плюс, конечно, те условия, которые были созданы в хоккейном клубе Сарарка. Чувствую облегчение, это очень круто. Это моменты, когда никто не верил, там многие не верили, не никто, а многие. И когда там обмены мы делали, ну, как сейчас показывает, то, что кубок у нас, все сделали правильно. Леонид Григорьевич пришел, команду собрал полностью в кучу, все круто. Гуляй, Караганда! У-у-у! Многие болельщики ждали возвращения серии игр в Караганду для того, чтобы Сарарка подняла кубок на глазах у 6 тысяч карагандинцев. Но по этому поводу Тамбиев дал очень короткий и лаконичный ответ. Надо брать сразу. Не надо откладывать на завтрашний день то, что можно делать сегодня. В раздевалке по хоккейной традиции чемпионские сигары и, конечно же, шампанское из Кубка Петрова. Мы вместе шли и взяли кубок, мы чемпионы. Еще раз спасибо вам. Но больше всего я респектирую вместе с вами нашего главного тренера. В Караганде чемпионов встречали сотни карагандинцев, болельщики, а также руководство города и облспорта. Несмотря на поздний прилет, аэропорт был заполнен счастливыми фанатами, которые хлопали Сарарке и благодарили команду за победу. В ближайшее воскресенье в Караганде состоится торжественное чествование чемпионов. В 16.00 стартует автопробег по городу. Ожидается, что Сарарка прокатится на автобусе и будет показывать Кубок Петрова карагандинцам. Далее чествование продолжится в Ледовом дворце, куда приглашаются все желающие. Праздничное мероприятие на арене начнется в 17.00.